МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причем опытные преподаватели. Ну, бог им судья, как говорится. Пусть они в добрый путь едут, ничего не могу о них сказать. Но вот больше 20 человек потеряла только наша школа. А в данное время? В данное время ситуация такая же. Но, я думаю, стабилизируется у нас. Все-таки основной отток преподавателей был в конце августа и в начале сентября. Сейчас, наверное, положение стабилизировалось, потому что мы принимаем, мы все-таки находим такие возможности, принимаем преподавателей молодого возраста. Причины ухода учителей разные. И, конечно, нужно понять этих людей. Одной духовной пищей сыпь не будешь. Вы прекрасно знаете, как сейчас у нас зарплату учителей. Зарплату учителей. И это ощущается и эмиграция в Россию, даже в Германию. И в коммерцию уходит училия. В коммерцию уходит. Ну, с другой стороны, с текущей, когда заключается, все переходит в другую школу поближе. Вы знаете, какого сейчас состояния по транспорту у нас в городе. Но в данный момент по городу. У нас более-менее мы сейчас укомплектовались полностью. Единственное, что есть болевые точки у нас. Опять-таки училия катарской языка в русских школах. Особенно тяжелое положение на селе. Дошло до того, что учительствовать начали люди, даже близко не имеющие нормального образования. А тут еще переаттестация началась. Переаттестация будет. Это нам впустили сверху, так скажем, с министерства. То, что до этого проходили аттестация, прошла, было сейчас. Ну, что получали. Училия по аттестации. То есть 12-й разряд, выше потолок был. Все это аннулируется с 1 сентября. Аннулируется только с 1 сентября по 15 сентября. Школа имеет право у себя свою аттестацию провести. Они сейчас над этим работают. По 12-й разряд исключительно. То есть по 12-й разряд исключительно школы могут до 15 сентября полностью. Но зарплаты они будут получать как с 1 сентября. По серификации. А 13-14 высшие разряды. Их там свои категории, свои критерии есть. Это она будет продвигаться в течение числа силы ввода. По-разному восприняли педагоги переаттестацию. Но наиболее многочисленное мнение по этому поводу высказал один из самых молодых директоров школы. Экономическое положение сложное. Учительство находится, ну, я не знаю, ну, в самом тяжелом положении. И эта переаттестация, безусловно, ну, лишний раз ударит по карману. Хотя, еще раз вам говорю, она вроде записана как аттестация, ну, чтобы повысить наше благосостояние. Ну, какой-то рост преподавателю дать, чтобы у него был стимул повышать свою квалификацию, стремление, значит, достичь большей высшей категории. Но, однако, отток преподавателей из школы, низерная зарплата, лишение всех социальных благ, вот, каторжный труд. И эта переаттестация, она немножко, конечно, внесла сумятицу, тем более в начале учебного года. Но, я думаю, мы все это осилим. Наверняка, долготерпимые учителя и эту напасть осилят. Если, конечно, будет кому. И, разумеется, в результате всей нынешней неразберихи в образовании страдать будут ученики. А ведь это наши с вами дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова